доброе утро друзья день прекрасен после вчерашних гуляний совместных туз мы продолжаем дальше нашу жизнь так как мы сейчас двигаем забирать машину и стричься отталкивайся значит газуем друзья в идее новое приключение едем сейчас на qx 80 у нас будет меняться машина мы едем веселиться так что друзья вы со мной оказывает жизнь налаживается но сейчас я не могу мне так нравится эта песня но он яблок смотрим пальмы очень прикольно здесь райончик такой красивый и этот дом 1000 долларов 70 сутки представляете как как lamborghini hurricane или hurrican сейчас попробуем не зайти посмотреть и сделаем обзор как в америке зарабатывать смотрите какие большие листы падают кокосов не видно тут те дают код и ты таким образом открываешь замок в нем будет лежать ключик и откроешь дверь то есть все дистанционно ну ты знаешь такое уютники сушу тут и прям американский вот понимать а вот американский дом от с этими окнами угловатыми свет где то есть кухня такая интернет хухова вот эта тема смотрите ступенька я всегда задаюсь вопросом зачем в америке делают ступеньки этого это настолько глупо и тупо постоянно об них биться но дом очень прикольно вот именно реально американского стиля так где тут открывать надо повернуть что-то ладно короче мы потом пойдем не хочет открываться за разном открывать то есть маленький дворик всего лишь так сколько тут спальню хотя бы три спальни так вот тут туалетик душик я у его друзья надо постричься будет здесь у нас получился гардероб 1 2 и 3 это у нас получается мастер бедром потому что здесь отдельный туалет и душ и нутелочка такая конец то мы прибыли на лодочку тушь не надо запустить этот генератор кстати вот честно где вот у поставлять непонятно генератор будет когда плавание уходить долгим плаванием можно немножко отдохнуть будет от лодки с этим сейчас весельем поэтому мы сейчас приехали на лодку соберем шмотки и пару дней я проведу уже в доме который вы уже видели так что погнали собираться будем накачивать нашу лодку надувную почему потому что я на пару дней как я уже говорил правда не я не на пару дней завтра я вернусь на лодку но на ночь я не хочу оставлять тузик пристегнуты там поэтому сейчас на качаем наш каяк отвезу юру после этого пригоню лодку и на каяки отплыву туда проверим сейчас ничего не испортилось у него партию завезли сейчас мы оставим тузика это кстати будет отработка может так делали как я например планирую в некоторых местах путешествовать чтобы лодку не украли тузика когда уезжаешь ставишь на двойной замок помню делаем петличку просовываем двойной замок на что сначала здесь потом там потом я обычно эту же веревку закидываю наверх на всякий случай все друшат развяжется это не даст потом если как я планирую оставлять я беру креплю вроде как четко красиво и хорошо так теперь все идем на нашу байдарку вроде натянута все нормально а Ну, круто же. И вот так мы будем, друзья, путешествовать еще по Карибским островам. Скорее всего, с металлоискателем на какой-то остров приплыли и погнали ловить. Да давай я ее, тут херня спустите и накачать, что ты. Заехали мы вот в такой магаз, здесь якобы все для дайвингов, посмотрим, что тут вообще есть, что продается, посмотрим, сколько есть ласты, сколько это все стоит. Эти карбоновые, короче, хрень вот это стоит, ласты, 500 баксов, есть 1008, прикольно, что для фридайвинга используется вот такая пятка закрытая, а для скуба дайвинга используются вот такие ласты под ботинок, здесь мы можем видеть такие же маски, как у меня, говно, а вот за 400 долларов мы можем видеть есть полная система амундирования, а не, ни хрена себе, полный комплект стоит 1200 долларов для скубдайвинга, ни хрена себе, баллоны такие тоже серьезные, это комплект 1100 фактически баксов, да, ништяки здесь у ребят, но это пока нам рановато, наверное, нам эту систему мы это все не сможем потянуть. О, кстати, я думал вот такой план накупить небольшой костюм, чтобы хоть как-то погружаться, вот размер L, что он по деньгам, ага, 250 баксов. Смотрите, я вот, короче, думал вот такого варианта взять себе на первое время, мне как бы коротыша этого кажется хватит, он новый стоит 75 долларов, такие, конечно, уже по стоимости стоят неплохо, эти уже 159, то есть в принципе тоже неплохо вариант. Вы пробуйте сейчас ее одевать, как настоящий дайвер, ну вот так вот штука эта выглядит, ну вроде прикольно, вроде по размеру даже. Следующая фигня, мне кажется они отлично все сидят там, кажется тоже нормально, касательно того, что как дальше. Вести мне еще один. Кстати, у меня вот сейчас это размер medium, а до этого я надел, а не, это large, но L буковка, а до этого я надел medium и был нормальный. Забавно, что помещается и тот, и тот. вот. Слушайте, его наденете еще. Так. Вроде так. Та-дам! Вот так сразу дышится хорошо, так легко стало. Ну, в смысле не дышится, а жарко уже. Вот тоже перчатки, ну как бы сказали, как расходный материал, но тоже тема такая нужная. Еще какая-то. О, прикольная фигня. Это совсем маленький баллончик, он накачивается вот 250 долларов, ничего себе, насосом высокого давления и все, и ты можешь плыть. Ну там всего лишь, не знаю, на 3-4, наверное, вдоха, может чуть больше. Видите, есть еще и такие маленькие баллоны. стоят по 150 долларов. О, прикольно, да? Это вот спасательное такое. Есть вообще комплекты. Ни хрена себе 359 долларов. Не слабо. Да, всякие ништяки для дайвинга тоже довольно очень дорогие. фонарики. Это все же тоже надо. Такие ружбайки. Вот это океанские считается, чтобы они били. А вот эти океанские, но только пневматика. Видите, Морис тоже накачал и пуф. И вот эти прикольные копья. Поедем завтра это все покупать. Меня уже выгнали, сказали, все, мы закрываемся, не будем тебя ждать. Короче, все, только кэшем, кредиткой нельзя платить. Они любят говорить с этой кредиткой. Ну, кстати, кредиткая карта здесь, в Америке, чем классно? Тем, что она очень защищенная. Ты можешь всегда отменить деньги забрать, от дебета то есть ты уже рассчитался, то уже как бы рассчитался. Ну что, едем дальше продолжать веселиться. Сегодня мы встречаем Любчика, так что погнали. Walmart затаривается всякими продуктами. Смотрите, нормального чая по факту нету. Ну, у них нет такого практики чаевничать. Лекти вот, например, в пакетиках. О, пришла посылка и это, друзья, у нас и весь ремкомплект на насос. Круто. Я ожидал, что это придет датчик ветра. Ну ладно. Вот что пришло, вот что я ожидал. Это, друзья, датчик ветра. Такое вот изобретение, которое работает за счет Wi-Fi на телефоне. То есть любой телефон может отключиться к ней. И ты ее устанавливаешь на мачте, и она будет выдавать тебе информацию на любой твой девайс. Да, хорошую качество сигнала будет. А сколько у вас там мачты? Да, чувак. В 8 утра у тебя насос запирает. Мотор? Нет. Смотрите, какая вещь красивая. И вот он будет показывать датчик ветра. Вики пришли. Мы сейчас пойдем тоже покупаем себе подогревающийся бассейн. И теперь надо лезть на мачту, крепить этот датчик. Ставил таймер. Это круто. Все, датчик ветра у нас есть. Кстати, 250 долларов мне обошелся. Осталось только последнее. Это у нас решение с аккумулятором. Оставлять или нет. И докупить мелочи. Там трубы, ласты. Ну и конечно еще и дай костюм. Ну хотя бы самую простейшую половину хотят. Ну типа как шорт и короткий рукой. Хотя... Очень доволен вот этим девайсом. То есть, ну я прямо его хотел. Кстати, с выставки я нашел его в Анаполисе. На выставке был представлен. Поздоровывайся с подписчиками. Всем привет. Мы опять у Жени. Кстати, возможно даже это, кстати, мой очередной последний прибытие, пребывание здесь. Так как уже скорее всего потом я уезжаю. Сейчас будем банствовать. Там старички играют. Как эта игра называется, кстати? Ребята, пишите в комментарии, как называется эта игра. То есть, они какие-то кидают типа шайбы. Ну очень забавно, да? А мы пошли пока в баню. У нас будет все по-богатому. Прямо как... А почему ты сказал, что креветки как белорусские будут? Ну что белорусские? Они как кожа там, кожа на ремень просто. Ты берешь, не вкуса, ничего. Просто что-то живешь. Смотрите, какая красота, друзья. Какой запах, друзья, приятный. Угу. Отлично. Скажи привет зрителям. Скажи привет. 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 Скажи, как тебя зовут? Елизавета Принцесса. Вот. Я бы хотел сказать отдельную благодарность. Вот этот человек сделал мне, скажем, легкий мануальный курс. Да. Да. У меня есть проблемы просто со спиной. Я в последнее время коктейл сильно потянул. Поэтому большое спасибо. Очень было очень круто и оно реально помогло. Поэтому большое спасибо тебе. Да не за что, брат. Как тебе не сделать? Ты бренд. Ты бренд. В будущем. Буду. Обращайтесь, ребята. Я в Майами живу. Если что надо, задешево сделаю. Мало вещей. Спиной? Ложись ты мне. Животом. Проводим небольшую процедуру мануальной терапии. Ручки назад. Ручки назад. Ручки назад. Трактовывай. Расслабь плечи. Смотрите, какой зверек. Смотри, укуси. Тут есть остров, где вообще животные не боятся людей. Можно их поюзать, потрогать. Дождик начинается, друзья. А мы гоним. Домой уже. Вот прибыли домой и сейчас разбираем наши покупочки. Юрик тоже забежал. Вещи принес. Так что раскладываемся. Почему? Машину проняет. Еду. Внешний день. Моя кровать. Займемся видосиками сейчас. Очень хочу попробовать, как работает эта система. А за окном все дождь. Мы, кстати, за долгое время опять же ночуем в квартире. Ну, долгое время с моего момента приезда. Я сейчас занимаюсь настройкой аппаратуры. Установил программу специальную, которая будет типа сканировать, показывать ветер в направлении ветра. Сейчас я состыковываю свой прибор. Заодно готовлю видео. Короче, занимаемся. И пока что есть пока вопросы по состыковке. Музыка. 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 Музыка.